Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в программе «Как это делается» мы продолжим наш предновогодний кулинарный марафон. В этом мне поможет наша гостья Анастасия Булгакова, мама от троих детей. Сегодня мы приготовим три блюда и подберем для них продукты. Я предлагаю отправиться, собственно, за покупками. Оп! Привет! Проходи, я тебя жду. Да, тут кассы. Хорошо. Анастасия Булгакова. Многодетная мама. Любит создавать домашний уют, заниматься творчеством с детьми, проводить время на природе и знает толк в покупках. Юль, давай, знаешь, вот прям настроение хочется новогоднего. Давай начнем. Я вот уже увидела, что тут холодильник с красной икрой. И рыбу красную возьмем с тобой, в корзинку положим и прям Новый год. Вот честно, прям чувствуется. Давай, давай, икра. Икра у нас прям тут... Давай, состав надо, состав нам почитать. Ты прям знаешь, какую надо. Ну, чтобы ничего не было. Соль, масло и икра. Нам подходит. Подходит. Так, и семга у тебя в салате. Значит, салат по-царски с семгой. Мне по секрету сказала Настя. Потому что у меня одни цари там, знаешь, в семье, конечно. Их знаешь, как кормить надо? Я имею вредную привычку читать этикетки. Ну, я думаю, оно и правильно. Ты обзавелась? Я тут, если честно, впервые. Да? Да, в этом магазине. И поэтому... Музыка Музыка Это что, цена на масло? А что с ним не так? Настя, перевожу. Настя имеет в виду, что хорошая цена, да? Да, вообще. Ничего себе. Я давно таких не видела. А у меня такое ощущение, что я в роли экскурсовода сегодня. Да? Так, соль, вот она. Посмотрите налево, посмотрите направо. Музыка 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 Опаньки. Так, отлично. Так. А теперь пошлите за фруктами и овощами. Музыка Все мандариновые, все есть. Так, гранат. Хорошо. Музыка Спасибо большое. Приходите к нам еще. Спасибо большое. До Нового года еще. Юля, Юля, можно еще рожать троих. Ты посмотри на эту цену. Тогда можно я буду, а не ты? Ты уже еще. Этот новогодний стол мне обошелся, как обычный ужин. Вот так вот. Видите, как хорошо. Ну, и с чувством выполненного долга мы отправляемся готовиться к новогоднему столу. Вам спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Давид Давтян, шеф-повар, закончил Академию поваров в Ереване. Стаж работы 5 лет. Очень любит готовить и делает это с огромным удовольствием. Ну что, дорогие друзья, мы готовы к приготовлению наших блюд. Мы находимся на кухне у наших друзей. Это шеф-повар Давид. Здравствуйте. Привет. Который будет нам с Настей сегодня помогать. Я не знаю, понимаешь, дело в том, что у нас есть мужчина, шеф-повар. Ты считаешь себя шефом на кухне? Нет, что-то я доверюсь. Я тоже не считаю себя шефом на кухне. Но мы приступим к первому нашему блюду. Это такая легкая закуска, которая называлась у нас, по-моему, цыплята такие. Вот у нас будут из яиц куриных. Да, Давид? Да. Что нам для этого надо? Собственно, яйца, которые мы сварили. Уже яйца, которые мы уже сварили, нам для начинки нужна сметана, нужно сер и нужно укроп. Вот, все у нас практически есть, все у нас готово. Ну что, тогда приступаем, наверное, кстати говоря, как мы это красиво сделаем. Давай так, хорошо. Мужчина покажет. Вот это надо нарезать. Вот это все остальное для начинки. Оставляем желток. Да, оставляем желток. На две части режем. Это отделяется друг к другу. Это кропотливая работа. Как бы это вообще не для меня, честно, я скажу. Честное слово. Надо все так сделать, потом жидкий собирать, и из этого сделать начинку. Хорошо, это мы сделаем. Можно нам это задание. Да. Так, кто-то должен натирать сыр. Ты неси терку, а мы пока режем, наверное. Давай так. Поехали. На пару. На пару. Ну, я думаю, что... Резать яйца. Да. Опа. О-о-о. Так, сравнивать я даже не буду. Ни кучу уже в поварах. Ну, практически. Потом отделим, да, я думаю. Ой, у меня на... Так, тут работа кипит. Мы же на кухне, и работа кипит. Это для желтков? Или для сыра? Да, да, это для желтков. Угу. То для желтки я делаю. Ну, слава богу, у нас есть подмога. Так. Выколупываем. Как? Раз. Настя. Это ты делаешь. Ты ответственная за выколупливание. Это просто мой талант врожденный. Да. Выколупывать. Особенно мозги кому-нибудь. Так, спасибо большое. Мужчина, вот он... Здесь инструмент. Ты видите, вы видите, как интересно получается. Значит, мужчина закомандовал, он раздал, значит, задание, команду, и ты будешь контролировать процесс. Еще укроп. Давай. Укроп, черку не забудь. Юль, пальцем лучше получалось. Да? Или это яйцо сломанное. Вот такие две, знаете ли. Это проткнуло. Кулинарки, звезды Мишлен по нам плачут. Или мы по ним. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На все на это, конечно, у обычных хозяек либо должно быть много времени. То есть сутки. Да, либо много желания. Обычно же мы тынь-тынь-тынь и все. Но это тынь-тынь почти. Ну да. Но с удовольствием. Красиво. А сейчас уже готов? Да. Давайте это, наверное, пока мы отложим, для того, чтобы мы потом накроем стол и чтобы был виден результат. Да? Вот куда-нибудь отдельно. Мы переходим к следующему, наверное, процессу, к следующему этапу. Или мы оставляем это нам? Это я доем. Мне все говорят, ты похудела, ты похудела. Вот я худею на чем? На желтках. Хотя нужно на белках, конечно. На белках было бы лучше. Да. Ну, Юля, у нас и белки есть. А, кстати, точно. Тарарам-там-там-там. Так, ну что, значит, наших цыплят из прекрасных яичек мы уже сделали. Переходим ко второму блюду. Это царский салат. Это будет салат из семги. Вот она, семга. Нас понадобится малосоленая семга, креветки. Икра. Это символ новогоднего стола, который я прям жду, не дождусь, когда же у нас будет новогодний стол. Ну что, рыбу, наверное, тебе все-таки, ты больше профессионал. Что ты это? Может быть, пока чистить? Нет, это не надо. Это мы будем там на красоту сделать. Ага. Чтобы красиво было. Сделать и... Я посмотрю, как шеф-повар режет рыбу. Так. Мастер-класс. Это будем... По-другому сначала вот это будем делать. Это удаляем, да? Да, удаляем, потому что это как-то часто не нужно. Это... Это коту. Это красиво, кропотливенько. Смотри, как делается. Ой, ой. Так. У нас готово, что нам не нужно. Угу. Пожалуйста, мне. Сейчас у нас так на длину будем сделать, потому что у нас будет еще будет так украшать. Ага. Это можно... Это специальная часть. Что значит, человек профессионал заранее обо всем подумал? Я из ошметков потом остатков что-нибудь накручу. Розочки из рыбки. Цветочки из рыбки. Все-таки хочется поинтересоваться. У тебя самое-самое главное блюдо на новогоднем столе? Или их нет? Или все, что вкусно? Ну, в целом, все, что вкусно. У меня какой принцип новогоднего стола? Каждого опрашиваю, кому что... Кому чего хочется. Тебе такой салатик, тебе такой салатик. Но самая фишка в том, что у нас три вида оливье обычно. Потому что кто-то любит оливье с мясом, кто-то любит оливье с колбасой, и кто-то любит оливье без картошки. И у нас всегда стоят три салата оливье на столе. Помимо всего прочего, это вот такой прикол. Это к вам интересно в гости ходить. Закончилось одно оливье, давай второе. Да, но мы не делаем большими объемами такими. Поэтому, дорогие друзья, наш салат, который мы сейчас будем делать, так и называется, царский салат для царской семьи. Чтобы всем уходить. И без картошки, и без колбасы, и без мяса. Да. Мы скоро приступим. Вау. Салат красиво. Да. Можно не украшать. Да, кстати. Здесь будем подождать. Так. Ну, вот. Мы будем просто... Делаем соус, наверное, да? Да, соус будем... Не соус, а просто будем заправку сделать. Тогда давайте так. Надо нам оформлять все это. И все, заканчивается. Просто у нас будет легкая заправка и сметана. Можно я тогда скомандую волшебство? Раз, два, три. Давид, давай твори. А мы будем смотреть за процессом. И вы тоже. До свидания. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И второе блюдо у нас готово, дорогие друзья. Да, вот такая красота. Вот это да! Я зафотографирую, зарисую, вот тут так вот рыба, вот тут так креветки. Да. Потому что сама не повторю. Класс. Тут все подглядывают, ходят. Я думаю, что пора приступать к третьему блюду. Третье блюдо – это у нас как раз таки кальмары с сыром. так а на третье блюдо друзья мои давид оставил нас вдвоем все нам объяснил рассказал сказал девочки делайте значит что нам понадобится кальмары и сыр сыр натираем опять же кто профессионал как ты думаешь на мелкую я забыла мертвой эксперт чтобы не было дежавю в этот раз на крупной да но это она тогда вот так вот делаю как-нибудь вот так вот целый не буду и так мне пора открывать свой просто я не знаю кулинарный канал а то и ресторан интересно как он будет называться есть какие-то мысли в гостях учи нет и я думаю что вы сюда пришли классное название моего ресторана какой тут вообще кальмарище сам бы ел вчера плавал норвежского моря а спасибо большое это те самые кальмары все интересно хочется заметить дорогие друзья что шеф-повар видимо не пустил нашу сервера не прошли в зал не выпустили в нашем виде ну так тоже смотри как красиво просто замечательно это ключевое да здесь тоже на этом хочется сказать огромное спасибо нашим друзьям кафе кавказская пленница которые сегодня нас принимали помогали нам готовить ну и конечно же торговый центр горки будем пробовать будем я бы даже так сказала налетай у меня вот и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok